Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 9 января. Память преподобного Истратия. Преподобный Истратия родился в Тарсийской области от богатых и благочестивых родителей Георгия и Мегири. Будучи воспитанными в добрых нравах, он по достижении 20-го года от рождения распалился желанием послужить Богу и, оставив родителей, бежал в гору Олимп, в Авгаровскую обитель, где уже прославились в своей добродетельной жизни в иноческом образе два дяди матери его, Григорий и Василий, из которых первый был игуменом той обители. Будучи принятыми и остригши свои волосы, Евстратия стал проходить трудное иноческое житие и был любим всеми за свое смирение и кротость. Он вовсе не заботился о мирском, ничего не имел, кроме одной влосяницы и овчины, на которой спал. Он даже не имел своей кельи и особого места, которое бы мог назвать своим, почему обыкновенно спал там, где приходилось, да и то понемногу. Отцы говорили о нем, что во время сна он с самого дня своего пострижения не протягивался во всю длину тела, а также никогда в течение целых 75 лет своей подвижнической жизни он не ложился на левую сторону тела. Когда он подвязался так в обители вышеупомянутые преподобные отцы Григория и Василий скончались, и блаженному истрате по особым настоятельным просьбам братья пришлось взять на себя управление монастырем. Но вот царским скиптором беззаконно завладел человек, носивший имя зверя, лев армянин, восставший против царя Михаила и изгнавший его из царства. Так как он старался снова восстановить угасшее было иконоборчество, то все православные оставляли свои дома и обители, скрываясь от преследования царя. По совету преподобного Иоанникия Великого оставил свою обители блаженной истрате, и скитался в горах и пустынях, пока нечестивый царь не был убит. Когда же после его погибели, святая церковь снова украсилась иконами и стала совершать им поклонения. Тогда вместе с другими отцами, возвратившимися в свои обители, возвратился в Афгаровский монастырь и блаженной истратий, и стал по-прежнему неленостно подвязаться и трудиться в монастырских работах вместе с братьями. Молитва не сходила с уст его, и даже во время богослужения, находясь в святом алтаре, он непрестанно повторял про себя «Господи, помилуй!». Совершил он также много чудес, которые, несомненно, свидетельствовали о Бога угодности его жизни. А когда ему время пришло отойти от этого мира, то он, созвавши братью, сказал ей, «Время моего отшествия наступило, поэтому умоляю вас, чадо, мои любимые, сохранять те предания, какие вы приняли, зная, что все блага этой жизни скоро приходящие, они временны, тогда как благо жизни будущей вечны. Старайтесь и вы войти в число спасающихся. Сказав это, он помолился и осенил их крестным знамением, и, возведя очи к небу, произнес, «В руки Твои, Господи, предаю дух мой!». С этими словами он почил сном покоя о Господе. Прожив всего 95 лет, он перешел в вечную жизнь, и причтен был к лику преподобных. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать. С нашего канала.